всем здравствуйте вот и наступает время когда начинают зацветать метельчатая кортензия весна подготовка начало лета всегда ждешь трепетно вот этот вот период знаете люблю даже когда только начинается начало цветения когда кто-то зелененький кто-то с такими вот бабочками как пастель грин у кого-то уже белые свечечки а кто-то только-только набирает бутончики я думаю любители гортензии со мной согласятся что это такое завораживающее зрелище в этом году метельчатая гортензия ведут немножко по-другому чем обычно кто зацветал раньше пока тормозит кто в прошлом году тормозил тот зацветает в этом ну хочу показать все таки уже начало кто-то кто-то цветет хочу показать показывала уже пастель грин у нее слегка уже появляется вот характерный такой розово-салатовый оттенок на ней в этом году у нее не очень большой цветок сам размах единичного цветка но для меня и она абсолютно ничем это не умаляет я не стремлюсь что у меня были бы такие большие цветы знаете я всегда экспериментирую с обрезкой всегда экспериментирую с формой куста я вам покажу несколько видов ну формы как ты которые акустики у меня получаются вот для меня главное чтобы они просто не лежали моськой об землю потому что когда дожди или когда кто-то косит то получается можно испортить соцветия вот даже если это будет округлый кустик но чтобы он стоял ровненько да если вот я вам покажу сейчас кустик пандоры как и сформировала он полностью круглый куст весь будет цветах но не на земле вот начало пастель грин так зацепилась за розу как всегда вообще это гортензия заявлено метр двадцать но у меня я думаю на сантиметров 80 потому что она в горшке вот она сейчас такой легкий ветерок до конца раскрылась все соцветия и внутри видите еще эти цветочки маленькие они не раскрыты потом она будет очень вкусно пахнуть а вот посмотрите если впереди стоит гортензия на контрасте это гортензия лита лайм пунш среди какая она зеленая о чем это говорит обычно такая у меня была гортензия мэджикал мэджикал килиманджаро вот в таком таком таким строением или мэджикал монблан такая вот видеть широко коническая трапеция широкая такая видите тут все цветочки будут раскрываться насколько она увеличить увеличится у меня она я думаю сантиметров 40 растет 45 литровом горшке ну на таких ножках если вот там видно видите на таких ножках вот очень убирала много нормировала много убирала но брала и для черенков но одновременно мне все-таки важен чтобы был красивый кустик вот такая только начало потом она будет красиво окрашиваться в красный что-то будет зеленеть смотрите это будет уже изменяться соцветия тут только будут раскрываться в общем она таким не одна родным раскрытие у нее и в этом году смотрите влюбляюсь влюбляюсь в колиусы они действительно как дополнение гортензии у меня везде в ряду стоят вегетативные колес и они как дополнение к этим красоткам вы сейчас увидите какое большое количество у меня гортензии когда я гуляла показывала розы вы даже этого не видели они где-то стояли то перед домом у меня то где-то вот тут у меня прям такая была аллейка они уже начали зацветать и я их тут раздвинула так ну вот смотрите это пандора посмотрите какая она сформирована она также наверное тут 50 литров горшок ну вот горшок и прямо лежит соцветие эти вот таким вот такой будет цветущий шарик это гортензия ну не на ножках некоторые я от формирую как покажу граффити граффити потом пинки промис они у меня такие на ножках возвышаются но многие гортензии а это для гортензия для меня цена тем что она будет просто по периметру иметь большое количество цветов и вот такой цветущий шар и конечно ее можно сформировать и на ножках как я показываю там будут большие цветы но я хочу гортензии видеть в разных разные формы у них посмотрите издали вот так смотрится пастель green ее можно сформировать и по-другому она мне немножко на ножках еще у нас такая жира телефон просто кипит в руке вот это пинки промис пинки промис только начинает закладывать бутоны только она ну не такая ранняя пинки промис огромная зеленая обстрите какая здоровая листва это в горшке у меня граффити вот она мне нужно чтоб она была на таких ножках вот я люблю у нее огромные соцветия которые меняют цвет ну вот смотрите там зацветающие сейчас я тут чуть-чуть пройдусь потом там так весь дворик мой начинается превращаться в царство гортензий вот это средстве сколько какое количество большое таких точищах шариков это гортензия пиксио о чем это говорит видите какие тут малыши малышки она будет увеличиваться и увеличиваться она слегка у меня подмерзла поэтому небольшое количество и мне прямо даже не пришлось ее нормировать ее природа изнормировала вот такая пиксио наверное сантиметров я думаю в горшке ну 80 она есть так как заявлено пока вот таким листва у нее более салатовая чем у остальных гортензий вот издали можете увидеть пандора там так вот с этой стороны пока не цветет потому что бралась она на черенки это петит черри маленькая вишня у нее симпатичные такие будут шарики причем она интересна вот смотрите этот шарик когда цветает меняет цвет его можно срезать она выпустит боковые побеги которые зацветут вот некоторые спрашивают что делать с боковыми побегами у метельчатых гортензий и хотят ответа понимаете и говорят что ты не отвечаешь не да не нет трудно тебе ответить это опять же это мы смотрим на сорт гортензий понимаете это все настолько индивидуально вот у нее я абсолютно не выламываю мне не надо петит черри с огромными шапками цветов если у меня большая коллекция и у меня другие гортензии с огромными для меня она цена вот такими маленькими шариками которая цветет всегда если она вот это отцвела я ее уберу и на снова будет зацветать и она всегда красиво нарядно в течение всего вегетационного периода а вот это такой ажур вот это петит стар это одна серия французской аппетит маленькая звезда кстати одна из гортензий все остальные у меня без клеща но вот на ней какое-то ощущение как вот признаки клеща на этой гортензии это вот единственная гортензия из всех петит старт смотрите какая ажурная высота я думаю сантиметров 35 она больше идет вширь нету сейчас паспорта чтобы посмотреть она более широкая чем высокая но смотрите вот она для горшка как раз для горшка так щенков тенек спрячусь потому что телефон перегревается прям закипел не знаю насколько видно потому что сразу из солнца в тень посмотрите какой мощный куст вот это начинает зацветать magical mount fuji у меня наверно все горы есть и magical андес покажу начало цветение magical килиманжаро magical ман блан magical матер хорн magical везувио есть в общем по моему все горы гималайи только у меня нету но вот это мощный куст толстая имеет прямо стоячие побеги толстая очень большое коллеги среди я на ней оставила очень много побегов вот для меня она должна посмотрите я и формирую не голенастой потому что вот некоторые я же вам говорю когда повторяешь вот сказали оставьте три побега и потом и как-то повторяешь вы же это же настолько творческий процесс вот как вы хотите что видеть я вижу у этой гортензии вот эту мощь я понимаю что у нее крепкие побеги я и могу и больше оставить да не так как я вот говорю некоторые нужны вот sunday fries имеет у меня допустим тонкие побеги их первые годы нужно меньше оставить чтобы сформироваться в общем каждый сорт это индивидуальность пока погоду тут в теньке пока телефон чуть-чуть охлаждается little blossom только начинает смотрите только закладывает little rossi у меня была непонятно как сформирована в прошлом году очень низко обрезала она так тормозулькала тормозулькала не росла сейчас только набирает это будет даймонд рушь три побега оставила люблю очень даймонд рушь вот это вот черенок прошлого года зацвела посмотрите это magical lime sparkle имеет смотрите какое воздушное крепкие побеги воздушное такое строение вот это что-то похоже на из фантом royal flower вот такая вот и magical lime sparkle она не сильно краснеет такие вот у нее лепесточки лодочкой так тут у меня уже черенки это все пересаженные черенки прошлого года смотрите лес мне душа радуется тоже начинают зацветать так чуть-чуть телефон мой приостыл видите вот можно оценить она в горшке 45 литровом magical маунт фуджи магическая гора фуджи смотрите какие у нее упругие побеги видите даже если он будет высокий большой он будет хорошо себя держать вот там я поставила в горшке colorful коктейль на солнышко вынесла у нее только начало началась ботонизация так вот это little спуки вот такая вот зеленушка у меня little спуки вот это вот это lime light prime у нее такой зеленый лист отличительный от всех ну вот увидим цветение уже куста настоящего крепкие также побеги ну это металлика черенок прошлого года вот так выглядит так она изменяется может быть она раньше зацвела наверное она у меня стояла в парнике больше остальные гортензии не стояли а металлика видимо стояла поэтому она чуть-чуть как бы пораньше ну в общем как то так видимо с металлика и так у меня вот вот начало ее как по краюшку начинает краснеть и посреди бубенки и прям до конца вот эти вот начинаются раскрываться ну конечно это черенок прошлого года я из такой ну из такой надеюсь выращу красивый красивый куст тут увидим цветение star rose только бутончики у нее есть вот star rose не с этой стороны металлика пока сантиметров я думаю ну 45 50 может быть металлика а вот это вот это беленькая такая вот видите вся как медвежонок это пандалус кто-то писал это у вас не не пандалус но просто у нее вот в этом году такие много я оставила раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 или 14 побегов и они такие как медвежонки смотрите если я буду оставлять я же вам говорю это настолько творческий процесс что я хочу видеть вот эта гортензия она ничем не уступает от того что если соцветия у нее была огромная а так она под чуть меньше 5 сантиметров ну 15 где-то может 20 вот эти я думаю будут побольше она потом будет ярко-ярко такая малиновая прямо с таким сиреневым отливом но вот с этой стороны я думаю увидите magical mount fuji прямо мощи и вот она стояла у меня вдоль дома вот возле дома где тепло посреди выше побеги вот тут вот она сейчас я уже на такое открытое вынесла а тут стояла к свету и вот таким как-то ну и так будет там повыше тут пониже так сейчас тут немножко на солнышке опять стенек спрячемся это будет новинка этого года серия пан пан так пансана она тоже так как мишка она очень такая мягенькая как мишка плотная смотрите вот такая плотная плотная прям все тут горшочек поменьше два горшка соцветия поменьше горшок побольше и соцветия побольше я и оставила 45 на себя хорошо держит мне кажется не нужно ее формировать прям все это же среднерослое низкорослое такие для горшка не нужно ее каждый раз вниз обрезать выгнать сделать каркасик и обрезать с большим количеством вот таких вот шариков в общем настолько все индивидуальное вам говорю дорогие друзья это литл лайм пунш пастель грин а это поненко в переводе с польского это девушка посмотрите какая девушка пока это также черенок прошлого года поэтому я еще ей каркасик формирую а потом я думаю я бы не хотела ее видеть такой голенастой на всех вот этих побегах которые есть но нам у на мощнее обрежу ее повыше чтобы она была ну вот имела такие соцветия ну и больше конечно чтобы их было так ну вот еще кулиус это полистарчик уже изменяет цвет она зацвела самая первая вот это это мохито куст кстати мохито и если не забуду покажу фисташка по моему листы все по моему это одна и та же гортензия начинает цвести такие вот внутри те бутоны это be happy некоторые думают что be happy be green это одна серия нет be happy это абсолютно отдельно стоящая гортензия даже по-английски пишется не так буква be счастливая пчела она ароматная будет потому что у нее маленькие фертильные цветочки лист такой большой очень узнаваемый в черенках она очень узнается так а вот это аппетит я старо вам показывала петит черри а это будет петит лантерн петит лантерн это маленький фонарь ведь такое удлиненное соцветие но она только начало свести я недавно пересадила в больший объем горшка трошки она подмучивалась потому что с моим количеством растений ну за всеми не до глядишь так петит лантерн значит да растут близко а вот это петит флори посмотрите в том году я ее выгоняла побеги вот основание основание у нее было посвете какой она выдала имеет какую даже особенность ведь один побег какой был у нее толстющий посмотрите видите я его обрезала на три или четыре почки и вот на этом побеге образовались крепкие побеги но и тут одновременно вот потому что она была выдала этот толстый побег в диаметре диаметр этого побега сантиметр больше был да и длинный он клонился сейчас она имеет эти петит это же маленький маленький цветок поэтому вот она у меня будет таким красивым красная будет и также очень интересная у нее от ли отлично от других сам цветочек что-то из серии quick fair fab а вот такое skyfall а вот такой так значит петит флори маленький цветок а это посмотрите ароматная ароматная красоточка также новинка это milk and honey вот я сейчас к ней подхожу уж так она ароматно пахнет посмотрите какое соцветие она вроде как и рыхлое ведь она такое рыхлое но потому что длинная цветоножка до рыхлая но ощущение объемное как вот в петит флори она еще распустится она себя еще покажет то есть петит лантерн да а вот это что-то из серии литл рази вот такая же потом литл блоссом вот такое же длинная цветоножка и вот такой вот цветочек белая видите зацвела рано также череночки есть такие так а вот это уже из серии be be green be sweet а это биджей вот вчера ее связала просто все эти соцветия связал что вот это стало наклоняться ей конечно тут горшок маловат она чуть-чуть на холодном пайке вообще у нее соцветия должно быть большое ну я вам говорю что каждый год будет по-разному сейчас у нее сформируется этот скелетик пускай такой не совсем мощный да потому что ну как бы она у меня не до кормыш в этом году вот заостренное соцветие ну только это только еще начало ее цветение только начало ну такая в принципе тоже узнаваемая можно сказать тут еще один брала черенки так телефону и перегревается закипел сейчас пойдем туда в тенек смотрите это milk and honey с этой стороны петит флори вот это еще только малая часть моих гортензий пандалус я уже говорила что посмотрите как симпатично было бы где-то с хвойными где сосновая кора вот такой вот малышатина вот такая вот колышется так вы давайте сюда вот это огромнейший цветок имеет так отсвечивать ничего не вижу так фаерлайт фаерлайт вот немножко неудобно мне внизу это пастель green так это бигрин она была прижата другими гортензиями поэтому такая немножко ну такая стройняга начинается уже начинается и уже вот это такой ядовито салатовый цвет показываться я вам говорила что в прошлом году у него было только одно соцветие она была поражена клещом стояла бедная несчастная все остальное бралось у нее на черенки а в этом году посмотрите обрезала красивый зеленый лист она покормлена и ждет своего звездного часа чтобы показаться всем во всей красе тут я ползала ходила один этот побег нагнулся но что-то жалко мне его подвяжу пускай будет только начинается еще это summer love как бы тоже только начинает показывать цветение так это будет банфаер банфаер уже начинает раскручиваться начинает увидим как это все будет увеличиваться так вот эта красотка также серия гор это magical андес посмотрите какое большое соцветие большое соцветие magical андес и у нее интересное само строение его видите она больше в ширину больше в ширину чем высоту и потом нежнейшим цветом розовым она станет белая белая видите то что салатовая все это раскроется еще и она нежнейшим розовым цветом будет покрываться она очень нежная буквально вчера и тут подвязала побег к побегу чтобы во время дождя потому что и смотрите когда любая такая гортензия когда она склоняется внизу с этой стороны как-то нет соцветий да я их поставила чуть ровнее чтобы форма была ну как бы более геометрически правильная да не то что с одной стороны такая вот она щас она вот такая посмотрите какая красотка я думаю что она где-то около метра уже magical маунт фуджи широкие имеющие соцветия у нее вот такие коричневатые стволы и не очень большой листок вот в том году она клонилась поэтому я и оставила ну вот эти побеги раз два три четыре пять шесть семь побегов только буквально вчера этой веревкой чтобы ну вот наверное еще даже соединю посреди вот так будет вот так вот сейчас я остановлю соединю покажу как это будет ну вот она мы magical андос магические анды места мало и не могу ее показать во всей красе сейчас попробую с другой стороны это у меня quick fire fab только только капризулит у меня как-то не хочет но где она денется из подводной лодки конечно же зацветет сейчас эту покажу так magical андос посмотрите какая так тут у меня selection вот она в углу для меня она нужна тут высокая прям на высоту забора вот но я думаю что она такой будет я ее сформирую у нее это только начало цветения она очень хорошо себя держит и такие соцветия прям как шарики как медвежонки тут спряталась салли холмс ну и тут гортензия тут гортензия краса лескова также видела я ее говорю цветущую она красотка просто вот ну увидим все гортензии мои какие листья здоровые селекшн люблю ее вот тут вот в уголке мне нужен такой прямо стоячий прямо стоячий шарик так это на штамбике фрайс мельба фрайс мельба уже ну осталось сантиметров 40 я думаю и она забор у меня тут прикроет конечно это в планах у меня было чтобы она почему она тут и на ножке чтобы вот она закрывала у меня забор но я думаю она еще подрастет и она багряная багряна багряна красная у нее тут стоит вот видите по ну как бы кол я такой забила когда штамбик поддерживать но она себя держит хорошо и ей не ее не приходится подвязывать но это на всякий на всякий случай очень я ее люблю резной такой у нее цветочек а вот это огромадина тоже буквально вчера прям ночью подвязала что у нее опять зацепилась за розу у нее огромнейшее соцветие также на штамбе это диамантина посмотрите она рано зацветает сколько бы она у меня не было не помню но она всегда зацветает рано если оставить мало побегов то у нее они огромные а потом цвет приобретают такой что-то в плане пиксио вот в таком плане эти какие соцветия и вот это еще одна будет у меня как бы для штамбика еще одна ножка вообще высота метр пятьдесят наверно она чуть ниже меня вот такая в прошлом году не показывала чтобы показывать было нечего не покормленная занищенная какая-то все таки кормежка имеет значение меня не как покорми я тоже буду тоненькая худенькая так вот такие гортензии сейчас это в одной части у меня вот смотрите еще мальчика андес вот она так сейчас попробую пройти еще в один уголочек покажу что у меня там красавица конечно пастель грин и литл лайм пунш ну пойдем в другую часть ну и вот тут часть где у меня ванила фрайс слегка пройду смотрите silver доллар набирают бутончики silver доллар ну скоро уже раскроется практически ванила фрайс также я думаю что в этом году будет красавица в прошлом году была капризулька не была не такой симпатичной так это magical кендал тут я себе соорудила такой уголок смотрите это xs light до ее можно также сделать высокие соцветия но для меня мне она интересна вот таким невысоким обильно цветущим шариком вот для меня она тем и интересно xs light да тут у меня сбежавшая невеста это magical революшн это magical джевелл вот такая magical джевелл крупнолистная так это пельчатая blue bird ну и в общем пробегу не знаю сейчас телефон наверное мой уже все так вот это skyfall наконец-то я у своего skyfall добилась чтобы у него были прямо стоячие такие вот красивые соцветия чтобы он сам себя держала чтобы это гортензия сама себя держала я оставляла больше жалость меня губила и всегда наклонилась она у меня тут на дорожку вот посмотрите ванила такая вот ванила толстезные стволы такие у нее она всегда у меня тут королева так это будет bright light увидим цветение серия вот я показывала xs light это bright light а вот это моя гортензия граффити также куст большущий вот пока только-только начинает цвести вот она только-только начинает цвести посмотрите так royal flower в прошлом году цвела рано я вам говорю в этом году все у меня по-другому а сейчас только залаживает бутоны но гортензии цветет много поэтому лилия выше меня что-то принц называется так это шу гараж также в прошлом году брала на черенки в этом году зацветет вот еще один куст magical lime sparkle это уже куст не черенок а куст увидим такое ажурное красивейшее цветение это у меня анжел блаш анжел блаш анжел блаш так это то ли green то ли lemon light ну зацветет увидим пока только по моему это green light пока только бутончики это любимейший мой пантеон очень люблю очень люблю вот кстати лист похож также как у гортензии так lime light prime листик у нее похож и вот сам стволик вот она вообще в описании что у нее самое огромное соцветие серии пан но я ее оставила округлый куст они не будут самые огромные это vims red беленькая такая уже ажурная многие тормозят у меня вот это indian summer или по другому royal velvet бутончики есть и вот мой такой это ханзинштадт росток это пинкачу пинкачу только закладывают бутоны телефон прям закипел вот это также серия гор magical mon blanc это будет magical matterhorn я вам говорила что горы у меня ну по-моему все кроме magical гималайи еще цветет динки телефон закипел под рукой бобо у меня тормозули но видно посмотрите вот это у меня sunday fries а это бобо смотрите видно что ей нехватка просто питание видите нехватка азота но руки не дошли она у меня на голодном пайке это sky fall из которого брала черенки поэтому она на себя и не похожа а вот еще magical везувио вот она magical везувио смотрите когда нехватка азота у гортензии видите желтый такой маленький лист а когда с ней все чудовно у нее хороший такой жирный зеленый лист в общем скоро зацветут мои горы xs и x серия вот это garden red light pink light серия гор в общем коллекция у меня большая это еще не все что у меня есть так ну вот дорогие друзья на 11 июля так ведут себя мои гортензии у некоторых они цветут вовсю но насладимся я думаю еще цветением и моих красавиц в общем спасибо что были со мной а еще покажу сейчас синюю бесконечное лето тут еще покажу две красавицы посмотрите вот это гортензия блюберт ой блаумайсы посмотрите какая куст в диаметре я думаю метра три вот так вот метра три но так наверное полтора вот с этой стороны дорожки я видите подливала синила и больше ее как бы и кормлю и больше поливаю с этой стороны получается у меня и смотрите идем 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 вот она такая красавица вот она вот она а тут вообще такой большой смотрите цветок какой имеет ну телефон чуть чуть больше синяя она еще больше синяя и сразу большой тут зеленый лист вот это все она вот это все она вот это все она еще раскроются вот эти фертильные цветки видите как красиво ну конечно она требует укрытия видите как красиво и розовая и синяя и сиреневая но это ж еще не все еще вот сюда все она вот это тоже все она вот с этой стороны у нее более тень вот более тенек и она даже вот оттуда смотрите а вот есть розовый в конце цветочек сейчас попробую с этой стороны более синяя более синяя все таки наяву она более синяя так увидите огромнейший куст у меня это древовидная пинка на быль пинка на быль сейчас попробую с другой стороны обойти покажу ну и покажу еще синюю бесконечное лето вот тут она у меня смотрите синяя синяя вот тут ну практически показывается цвет у нас жара такая с одной стороны синяя с другой стороны более розовая жара такая что соцветия подвядают вот синяя наверное сегодня еще сульфатом алюминия пролью так ну еще давайте посмотрим блаумайс вот как кущий куст у нее крепкие прямо стоячие побеги вот тут синяя а тут розовая тут синяя очень вот тут вот не показывает камера телефон вот тут можно увидеть смотрите во а тут вот мелкий такой более лист еще надо подкормить что-то она у меня такая будет однобокая вот вот какой кустящий видите кустище 3 метра точно каждый каждый год грожусь что я ее урежу что не буду такую большущую укрывать но каждый год как только начинается укрытие и начинается цветение я снова готова ее укрывать чтобы видеть вот такую красавицу ну еще одно у меня сейчас покажу бесконечное лето вот это розовая уже тут розовая она в теньке слегка ее синело но тут нужно было не синить оставить просто нежный розовый цвет вот в общем дорогие друзья прогулка по моим гортензиям такой оказалась длинной но я думаю кому интересно тому было и интересно вот и закончу малышкой таким медвежонком пандалусом так что дорогие друзья приглашаю в свой дворик насладиться и продолжить наблюдать за изменением цвета у прекрасных кустарников летельчатых гортензий они с каждым днем будут изменяться кто-то окрашиваться кто-то набирать только цвет белый салатовый а обещала вот это фисташка по форме листа полностью мне напоминает абсолютно мохито в общем все до новых встреч отец до новых встреч до новых встреч до новых встреч